Вы сегодня пришли на митинг против повышения пенсионного возраста? Да мы тоже на пенсии. Поддержать. Поддержать что? Поддержать молодых. Как же будут расти дети? Бабушек. 63 года, да не до школы. Ну вот сегодня очень много информации, что именно партия пенсионеров как раз поддерживает данный законопроект. Партия пенсионеров поддерживает. Ну в интернете много такой информации. Вот как вы к этому прокомментируете? Партия пенсионеров поддерживает, это вообще что-то вранье. Это что-то не может сказать. Партия пенсионеров как будет жить? То есть вы как пенсионеры не поддерживаете? Неужели? Кто может поддержать-то? 63 года, женщина, дам в доме, на работе. У меня знакомая вышла на пенсию в 50-е в прошлом году. Ей в этом году 50-е в прошлом году она работала в воспитателе из Сьевского сада. Она говорит, что она с трудом доработала, у нее ноги больные. Она с трудом доработала до пенсии в десятки лет. Сейчас она инвалидность не дает, а пенсия где-то 12 тысяч. А другая знакомая, бухгалтером работала, старшим бухгалтером. Пенсия 10 тысяч. И вчера вся больная позвоночник болит. Скажите, а вы... Как же нам их не поддерживать? Молодые. Понятно, спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот та пенсия, которую вы получаете, ее сегодня недостаточно? Или вы все-таки живете... 9 тысяч достаточно? То есть 9 тысяч у вас в этой пенсии? Вообще, вы знаете, на лекарства уходит. Вот 5 тысяч каждый месяц на лекарства. Ежемесячно поднимаем. А за квартиру сколько вы платите? А сейчас и за воду, и за все опять поднимают цены. С этого месяца опять все поднимают. Вот как прожить? Ну, то есть, получается, вы живете, вы работаете или вам дети помогают? Мы детям помогаем. Дети нарожали детей, а на что жить им? 8 тысяч. Вот выдали из-за того, что ребенок родился не в 18, а в 17 году. Сказали, 11 будет тысяч средняя пенсия. Ой, средняя помощь. А у меня у ребенка 8 тысяч, ребенок маленький. Возьмите, пожалуйста, буклет. Вот как прожить на 8 тысяч втроем? Не знаю как. Вот так вот, вот так вот. Ясно. А мы болеем по... Артра одна стоит 2,5, 2,30. Так на две банки купить 5 тысяч сразу. Я купила, то вы мне танцевали. Сколько вы присылали? Тысячи. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ну вот опять же, сегодня очень часто молодые высказывают такую претензию, что на выборах президента многие пенсионеры проголосовали за Путина. И, соответственно, все, что мы сегодня имеем, это результат этих выборов. Вот как вы прокомментируете это? Почему проголосовали за Путина? Потому что не за кого голосовать. Было не за кого один, чтобы ставить себя и все, больше никого не ставили. Все, они, смотрите, все передались, когда показывали. Путин, в принципе, нормально. За кого голосовать-то нет? Но министр-то ничего. Почему он один на себя все взял? А Путин стараться все делать, да перестаньте. А министр, видимо, я не знаю. Мы, конечно, не политики, но Путин, наверное, плохой у нас. И сейчас, конечно, он политик наносит. Помощи только ему министры не дают. И нас насильно перетянули в капитализм. Нам не нужен капитализм. Не спросили народ. Далеко мы пошли за то, а сейчас живем в капитализме. На копейки, которые заработали при социализме. Или понимаете, как не могу спокойно не дать покой. Потому что вот когда в войну столько людей, молодых погибло, здоровых, красивых, которых хотели, миллионы, они хотели жить. Они погибли за то, что сейчас в стране столько мошенников, бандитов, воров, развелось. Люди-то стали, да сейчас рабы стали, да страна, страна рабов. Почему же вы тогда на выборах не голосуете за коммунистов? И вот они выставляли в этом году кандидата Грудинина. Кого? Грудинин был от коммунистов. Нет, я знаю, я все про него знаю. У него деньги за тем самым. Почему его выборы? Понятно. Ну а за коммунистов почему вы не голосуете? А почему я за коммунистов? Только за коммунистов. А, то есть вы за коммунистов голосуете? Конечно. Ясно, хорошо, спасибо большое. Я просто не поняла, потому что до этого говорили. Когда мы жили, у нас совсем другая была жизнь. У нас добрее было, было больше порядка, жили спокойнее. А сейчас Омут станет страна. Я даже слушаю, я не хочу. Омут, мы живем, не знаю, куда, никакого нет вообще. Не удерживайся. Скажите, ну вот вы уже прожили долгую жизнь, а какой выход вы считаете правильный и какое будущее вы бы хотели для своих детей? Я считаю, что сейчас Путину нужно создать какой-то... Он один все хочет. Почему ты один-то? Страна такая большая, ты один. Надо какую-то команду такую, чтобы... А он один-то, понимаете, он политик хороший, но хозяин никакой. Все развал везде. Ну вот какого будущего вы бы хотели для своих детей? Чтобы они жили при капитализме, при социализме? Нет, капитализм не нужен. Я и сказала, и по радио сказала, капитализм нам не нужен. И мы хотим социализм опять. Мы были спокойнее, были увереннее. А как смысл? На пенсии живут. Нищие. Отработали мы это в Казахстане, только заработали по лесу. А сейчас вот на самом деле денег не тратим тысячи на лекарства. И никакого контроля ни в магазинах, ни в акцепах нет. Чтобы сейчас такой у нас творился бардак в стране. Столько развелось мошенников, бандитов и варья. А эти дворы живут люди-то нищие. В основном, в Кусе вы сказали, что нищих полно. Так почему ты так вот ведешь себя? Потому что, понимаете, работодатели. Вот сейчас нас два миллиардера в Ярославле. А надо спросить, откуда деньги у этого миллиардера за счет вот этих рабочих, которых он держит. Он им копейки платит, а себе зарплаты. То, что, конечно, хорошее. Мы когда жили, вот после войны, у нас был полноцеполкон, угол Советской и Треполева. Вот это станет угловое со ступенью копейки. У нас есть город, полноцеполкон. А сейчас только здание и администрации везде, в каждом районе. И такие деньги, и такие дома, и сколько людей там занят. И такие деньги получают. За что получают? То есть чиновников много развелось? Вообще, вот понимаете, вот так все. Спасибо.